Всем привет из Израиля! Друзья, тема сегодняшнего видео стрит стайл или уличная мода. Мы сейчас находимся в Хайфе и вот такое красивое у нас начало. А вообще мы сегодня с вами прогуляемся в нескольких местах Хайфы и посмотрим, как одеваются в Израиле весной. Это период снят конец февраля и начало марта 2021 года. И первая наша прогулка, сейчас мы уже находимся в торговом центре в Хайфе с таким интересным названием Гранд Каньон. Торговый центр длительное время не работал по понятным причинам и это второй день после открытия. И пока вы будете смотреть видео, я немного расскажу об истории стрит стайл. Итак, история уличной моды имеет несколько версий. Так как это движение берет свое начало с низов, время возникновения понятия уличного стиля трудно определить. Википедия утверждает, что стрит стайл зародился в Калифорнии. Обычно начало движения относят к культуре серферов поздних 1970-х и ранее 1980-х годов. По второй версии, уличная мода зародилась в 1950-е годы в Лондоне. Молодые горожане стремились выделиться из серой массы. Поэтому из-за дефицита ткани и новой одежды в то время молодежь приспосабливала старые вещи. В 1950-е годы среди лондонской молодежи становится модным изготавливать одежду своими руками, чинить поношенную одежду или переделывать новую. Ну а по третьей версии считается, что уличная мода появилась в Токио в 1980-е годы. И это немного другая история. И опять же молодежь, только японская, хотела подражать западной моде. И прежде всего появились новые сочетания элементов традиционной японской одежды и западной моды. В Японии в основном инициатором создания уличного стиля была бунтарская молодежь, которая начала перенимать западный стиль одежды и хотела противостоять устоям и взглядам о японском идеале красоты. В настоящее время главное правило – это удобство и комфорт. Вы уже, наверное, обратили внимание, что в основном обувь – это спортивного, полуспортивного стиля, без каблуков, очень удобная одежда. И именно поэтому в основу обычно берется casual стиль. Это городской стиль. К нему легко добавляются вещи в спортивном, романтическом или даже деловом стиле. И все это приправляется интересными деталями или сочетаниями. И все же, несмотря на эру интернета, когда мы можем свободно видеть весь мир и быстро перенимать то или иное направление в одежде или в чем-либо другом, есть все равно в каждых городах свои различия. В Париже, скорее всего, можно увидеть нежные, романтичные стрит-стайл образы. В Лондоне – рваные джинсы, косухи, грубые ботинки. А в том же Токио есть несколько направлений уличной моды. Там можно встретить костюмы героев аниме, девушек, одетых в викторианском стиле, девушек, одетых как фарфоровые куклы и многое другое. Ну а мы с вами перенеслись на улицу Бен-Гуриона. Это новая такая вот достопримечательность туристическая, которую установили в конце лета прошлого года. I love Haifa. На моем канале, кстати, есть видео, где я более подробно рассказываю об этом. Кому интересно, я ссылочку прикреплю. А это рядом находится торговый центр, сити-центр Аутлет. И давайте посмотрим, как одеты люди здесь. Это площадь перед торговым центром. Здесь очень часто любят отдыхать, сидеть люди. И вокруг очень много кафе. И вот новая такая туристическая аттракция. Кстати, съемка возле торгового центра, именно вот это место, это 8 марта 2021 год. Время уже немножко темнеет, как видите, где-то примерно часов в 5 вечера после работы. И вот люди, молодежь прогуливаются, несмотря на то, что рабочий день. Вот такой у нас получился с вами стрит-стайл по-израильски. И так что прогуливаясь по улице вашего города или населенного пункта, у нас у каждого есть шанс продемонстрировать миру свой стиль и стать законодателем моды. Ну, а это уже внутри торгового центра, сити-центр. Здесь много аутлетов, хотя сам по себе торговый центр небольшой. И здесь всегда вот такие вот интересные инсталляции из шаров. Они не всегда одни и те же, их периодически меняют и к разным праздникам, но очень красиво. И вот так же здесь народу не так много, но можно все-таки, мы немножко смогли заснять людей. Само здание построено в стиле тамплиеров, так как улица Бенкуриона, на которой находится торговый центр, это район немецкая колония, которая была построена именно немцами-темплерами. Также на моем канале есть видео, кому интересно, ссылочка будет в описании. Здание очень высокое, порядка 8 или 9 этажей. Два этажа это торговый центр, а остальные этажи занимают именно офисные площади. Обратите внимание, как по-разному одеты люди у нас. Сейчас примерно плюс 20, и поэтому кто-то в верхней одежде, в куртках, кто-то просто в кофтах. То есть вот такой вот весенний период. И больше все-таки действительно я не обращала внимания каблуков у женщин нет. То есть женщины ходят в такой удобной обуви. Вот такая прогулка у нас сегодня с вами получилась. Пишите в комментариях, хотели бы вы видеть продолжение таких тем. Не забывайте подписываться, ставить лайки, также комментировать, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а я буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok